В минувшее воскресенье жители Кубани выбрали краевой парламент. По данным регионального избиркома, 10 сентября в голосовании приняли участие свыше полутора миллионов кубанцев. На прошлых выборах в законодательное собрание края явка была примерно такой же. За ходом голосования на избирательных участках следили более 11 тысяч наблюдателей. По официальным сообщениям, выборы прошли спокойно и признаны состоявшимися. О том, как голосовали славянцы, смотрите в первом материале выпуска. 10 сентября в Славянском районе, как и по всему Краснодарскому краю, с 8 часов утра начали свою работу участковые избирательные комиссии. Для некоторых из них выборы депутатов законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва стали особенными. В преддверии празднования 80-й годовщины образования Краснодарского края 69 участков Кубани было решено сделать именными. Так, в Славянском районе участок номер 4248 стал носить имя нашего знаменитого земляка Александра Анатольевича Кладя. Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, было принято решение провести перед началом официального открытия участка. На небольшом митинге присутствовали члены избирательной комиссии, наблюдатели и почетные гости. На Кубани существует, я считаю, очень добрая, хорошая традиция, когда вот имена великих людей, которые внесли особый вклад в развитие нашей Кубани, увековечивать в названиях улиц, в названиях спортивных объектов. Мне приятно, что и я здесь прожил, живу и голосую, что этот участок будет называться именем Александра Анатольевича. Говоря о значимости этого события, глава прибрежного поселения Татьяна Сайганова отметила, что участок теперь будет стараться работать еще лучше, чтобы оправдать столь высокую честь. В числе присутствующих на митинге была и жена Александра Анатольевича Кладя, Татьяна. При жизни мужа для семьи выборы значили многое, голосовать они ходили всегда вместе. И теперь то, что участок, на который они ходили семейно, будет носить имя ее супруга, для Татьяны Васильевны многое значит. Заслуги Александра Анатольевича оцениваются сейчас людьми. Я думаю, что хорошо, что память это есть. Он, конечно, никогда не хотел быть на виду, он всегда все делал, никогда не распространялся о своих делах. Пусть эта память останется всем только добрым и хорошим. Пусть люди вспоминают его добрым словом. Вход в зал для голосования именного участка теперь оформлен стендами, на которых отражены основные веки жизни и деятельности Александра Кладя. Инициатива избирательной комиссии Краснодарского края к 80-летию Кубани увековечить память тех людей, которые у нас внесли какой-то вклад в развитие избирательной системы, в развитие подрастающего поколения правового воспитания. Ну и когда нам предложили заняться этим вопросом, во-первых, у меня не было сомнения, потому что Александр Анатольевич, как никто, оказывал помощь избирательной системе. Сам являлся депутатом законодательного собрания, когда-то он был депутатом районного совета, городского совета. Поэтому это тот человек, который, ну, мы посчитали, что вот все комиссии, что нужно память увековечить. Избирательный день в Славянском районе начался вовремя на всех 66 участках. Причем практически каждая участковая комиссия имела свои особенности. Вот, к примеру, в поселке Вишнево. На прошедших выборах работала самая молодая по возрасту, но не по опыту избирательная комиссия. Как считает ее член Ирина Скороход, работа это несложная. Главное – сосредоточенность, аккуратность в обработке документов и доброжелательность к людям. Люди всегда положительные, приходят как на праздник, особенно старшее поколение. Всегда заходят в дверь и поздравляют всех с праздниками. Комиссия очень дружная, очень теплая, атмосфера замечательная, поэтому нет, несложно. Целый день в окружении друзей, товарищей – это здорово. Традиционно участок показывает высокую явку, которая превышает 80%. Здесь к выборам относятся серьезные избиратели всех возрастов. Когда мы не выбирали, мы без пенсии сидели по году и в очередях стояли за пенсией. Мы старики только вот за то, что пенсия, за то, что в магазин пойдешь, чего хочешь купишь, за то, что… Ну, живем как люди, так вот, если сказать по-нашему, по-простому. На этих выборах на участке номер 4263 в списке избирателей появились шесть новых фамилий. Это впервые голосующие, которых встречали небольшими сувенирами в благодарность за активное исполнение своего гражданского долга. Первый раз это, конечно, очень волнительно и очень ответственно, так как ранее я этого не делала. По моему мнению, каждый гражданин Российской Федерации должен подходить ответственно к этому выбору, так как будет зависеть его дальнейшая жизнь. Сделать голосование доступным для всех призваны изменения в обустройстве мест для гражданского волеизъявления. Так, для людей с ограниченными возможностями здоровья на участках района были оборудованы специальные кабинки. В них на столе расположены увеличенные избирательные материалы кандидатов, а также материалы, написанные шрифтом Брайля для слепых и слабовидящих людей. Но в основном люди пожилого возраста и те, кто имеют ограничения по здоровью, предпочитают голосовать дома. Члены участковых избирательных комиссий с переносными урнами целый день работали по таким заявкам. Так, на участке номер 4210, расположенном в здании пенсионного фонда, уже в 10 утра было зафиксировано более 200 людей, желающих проголосовать на дому. Стоит отметить, что заявки на этот вид голосования комиссии принимали до двух часов дня. Хорошо, сейчас запишем. Одну минуточку. Участок номер 4213 – это один из тех участков района, который с 2010 года оснащен комплексами обработки избирательных бюллетеней, так называемыми КАИБами. Комплексы значительно упрощают процесс подсчета и составление итогового протокола комиссии. Да и людям техника нравится. Здравствуйте. Сейчас уже все знают, идут с удовольствием, смотрят. А первый раз, конечно, было на удивление, его рассматривали, разговаривали с ним. Неотъемлемым атрибутом выборов является продовольственная торговля и сопровождение голосования номерами художественной самодеятельности. А еще на протяжении ряда лет у избирательных участков ведут работу представители экзит-пула. Его работа – своеобразный показатель честности выборов. Кроме того, данные экзит-пула дают возможность всем партиям делать оперативные прогнозы исхода выборов. В целом, к этой форме опросов люди в Славянском районе относятся с пониманием. Мы уже работаем на этом участке, третий год, третьи выборы. Люди все разные, все по-разному относятся. Молодой и средний контингент, он более такой отзывчивый, говорит. А чем старше возраст, они стесняются, они боятся, побаиваются. Не знаем, в чем причина. А так люди все идут хорошо, с удовольствием, с улыбкой. Еще приход на следующий год мы опять к вам подойдем, говорят. Им нравится. Традиционный пик активности избирателей пришелся на послеобеденные часы. Отработав 12-часовой рабочий день с наступлением восьми часов вечера, двери комиссии были закрыты. Для участка номер 4201, который расположен в поселке Кубриз, в здании института, прошедший день был насыщеннее, чем для других участков района. Дело в том, что помимо голосования в ЗСК, здесь выбирали и ряд местных парламентариев. У нас на участке сегодня была напряженная работа. У нас на участке помимо депутатов законодательного собрания выбирали еще депутатов в совет городского поселения и депутатов в совет района по Маевскому двухмандатному избирательному округу. У нас некоторые избиратели получали по три бюллетеня, а некоторые еще умудрились получить по четыре бюллетеня. Несмотря на такую сложность, участок, по данным территориальной избирательной комиссии, отработал хорошо. Это подтверждают и наблюдатели. Я, знаете, замечаний никаких нет. Я очень довольна. Спокойная обстановка. Я первый раз была наблюдателем, и мне очень понравилось. Обобщил прошедший голосовательный день председатель территориальной избирательной комиссии Славянская Анатолий Чумаков. На сегодняшний день, можно сказать, на всех избирательных участках выборы пришли нормально. Жалоб нарушений не было. Явка составляет на 20 часов 51,7%. Это предварительная явка, потому что еще есть время. Подводили итоги на 19.30, еще полчаса голосовали. Поэтому явка будет точная, когда сдадут все бюллетени. А в целом комиссии сработали очень хорошо. Никаких претензий к работе комиссии абсолютно нет. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».